сразу скажу эту проповедь или это служение я поделился ссылкой со своей церковью в шостке где 8 лет служил пастором и хочу чтобы эта проповедь была для них и для меня это будет очень откровенная проповедь и она о каждом из нас вы знаете когда пойдет такая как бы шутка есть да и ребенок пошел в воскресную школу спрашивает о чем там говорили об исусе вот то сегодня будет о тебе и обо мне и в конце будет об исусе сегодня будет обо мне и о тебе без исключений абсолютно без исключения о каждом из нас я хочу просто копнуть наши сердца и бог работал со мной последние несколько дней я благодарю за д-группу которая у меня есть хотя в прошлую субботу я пропустил встречу вот в эту субботу вчера а субботу до этого это была моя канцеллинг сэшн когда все братья моей группе просто помогали мне на место мои мысли поставить потому что господь начал перепахивать мое сердце очень глубоко и очень тяжело все это было проходить и вот это и есть результат этой проповеди результат этих этих работ хочу спросить вас вас бывало когда нибудь чуть такое чувство злобы на кого-нибудь не надо руки подымать я по лицам вижу бывало правда чувство неприязни бывало вала не не всегда это же не постоянное явление но бывает бывает чувство ненависти в нашем сердце вот так глубоко мы прям прям нет слова писать все что происходит бывает обиды бывает особенно когда муж или жена обидят нас когда близкий человек что-то сделает брат сестра бывает 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 мы переживаем какое-то унижение еще так тяжело его переживаем и сами себе нам даже нравится вот мы такие выходим в этот образ жертвы сами себя жалеем мы с этим грузом носимся мы такие хорошие а нас так сильно обидели бывает бывает зависть и много чего другого бывает все эти чувства время от времени и одно или другое наполняют наше сердце есть один корень ко всему этому один знаете как он называется я гордыня вот то что там живет вот его не поняли его недооценили его не разделили его не похвалили ему спасибо не сказали с ним неправильно обошлись вот это маленькое внутреннее я которая там живет вот оно хочет чтобы ему было хорошо конечно за счет всех остальных плюс к этому еще дьявол наговаривает нас накручивают нас и все что угодно и я удивился на прошлой неделе друзья я удивился насколько глубоко и насколько тяжело дьявол может давить тебя накручивая тебя на том что тебя обидели бог просто забрал свою преграду на меня от меня но чуть-чуть и дьявол начал просто штурмовать меня моя жена даже не знает она сейчас дома смотрит и для нее у меня глаза сейчас будут очень большие от удивления я на прошлом неделе хотел просто со всей силы заехать в столб на своей машине выбирал потолще столб чтобы не сбить ну чтобы он не упал смысле ну еще электрика у кого-то там свет потухнет и совсем будет плохо мне хотелось чтобы меня все жалели и все внимание было на меня представляете вот это вот в голове происходит происходит вы думаете мне может надо к психиатру или там больницу может пролечиться нет просто бог на секундочку отнял свою аграду для того чтобы показать мне насколько испорчено мое сердце я знаю что вы никто не лучше мы все гордецы абсолютно все две недели над этим рассуждал и благодарил бога что он начал копаться моем сердце нам всегда кажется что виноват кто-то другой кроме нас мы так привыкли это наше как бы исходное положение мы важны мы рождаемся такими требовательными и мы живем с этим боремся с этим самое главное мы в себе этого не замечаем вообще мы думаем что это нормально она переходит по наследству я знаю откуда это у моих детей этот меня я знаю откуда это у меня этот моих родителей и я уверен что это от моих дедов и так далее и от адама эта цепочка длится и длится и мы все болеем этой болезнью может легко перенесете обиду от одного человека но там где вы ожидали что кто-то должен вас понять и там вас не поняли а наоборот в чем-то там укор какой-то было ли замечание о это больно приходишь домой думаешь вот здесь меня должны вот здесь дом здесь меня должны понять а жена вместо того чтобы понять вспоминает тебе еще что-то ты и так загружен и тебя разрывает одна фраза которая бы в другом контексте звучало бы просто тебя бы надо же не зацепила но вот в этом контексте когда у тебя все в голове вот перевернуто тяжело одно слово она добавила и ты такая же и ты меня не поняла ничего не произошло но меня не поняли может вы не злитесь на своего начальника на работе или на сотрудника может даже на жену не сердитесь она детей сердитесь потому что ваше расписание было как-то сбито в одной ситуации вы можете нормально отреагировать а в другой ситуации вот этот нерв я который торчал кто-то чем-то зацепил и все перевернулось только потому что внутри живет маленький царек который хочет править если вам кажется что вы не гордый человек если вам кажется что вы смиренный я повторяю если вам кажется то попросите бога открыть вам ваше сердце попросите его поработать и показать вам где и в чем корень гордыни и вы удивитесь насколько глубоко все это закопано в сердце каждого из нас это слышал такую фразу не сто процентов с этим согласен определение гордости или как сказать даже не определение просто так такая фраза о гордости гордость это как запах собственного пота вы его не слышите а всем вокруг воняет вы настолько привыкли к тому как вы пахнете если зайдет сюда человек который не мылся живет на улице то нам всем станет понятно это по запаху он этого не слышит это нормально он привык заходишь в дом жена лук жарит ты слышишь она привыкла запах так работает мы привыкаем от гордости своей мы привыкаем мы ее вообще не видим окружающим очень сильно воняет этой гордостью от нас я когда готовил эту проповедь жена подходит это что будешь проповедовать я гордость она не смотрит ты о гордости я хочу ты говоришь ты же мой гордичок мы 23 года женаты она мне ни разу этого не сказала хотя наверно все 23 года терпит понимаете может вам кому-то там нужно повернуться и мужу сказать ты тоже мой гордичок дома поговорим мы все поражены этой болезнью абсолютно все и размышляя об этом кстати есть хорошая книга терпимые грехи там две главы к этой теме глава гордости эгоизма это грехи с которым мы привыкли жить вот я тоже перечитал эти главы размышляя об этом нашел всем категорий или видов гордости я сначала выписал всех людей которых я мог вспомнить или все случаи гордыни в библии и потом увидел что они все подходят под под какие-то 7 категорий я думаю что можно и больше найти категорий но но каждый из нас вот где-то в этих категориях найдет себя прежде всего первая категория мне кажется это наша коллективная гордость мы сами нечем хвалиться но вот когда мы вместе вот есть чем похвалиться вот например тут да кто и украинцы да украинцы обиделись что неделю назад на номинации оскар или на презентации всего это за документальный фильм дали оскара фильму навальный да и зеленскому не дали выступить ой украинцы шумят обиделись вся страна обиделась все сми обиделись все об этом говорят коллективно все обиделись правда коллективная гордость американцев тоже не лучше у них же есть песня on pride to proud to be an american да вот песня коллективно мы мы горды что мы американцы еще подпевают let's make america great again да еще лучше сделаем и это не о политике это сердце понимаете то есть люди коллективно чем-то хвалятся россияне большая страна бог больше всего территории доверил мы лучше всех мы за истины православные и так то есть есть чем полиция молдаване может там вином казах еще чем-то ну коллективно мы чем-то хвалимся нам нам нравится мы даже знаете чем коллективно хвалимся церковью которую ходим ага правда вот я хожу самую лучшую церковь не то что те консервативные а те кто в консервативную ходят мы здесь за истину стоим не то что вот те мы даже с ними не общаемся мы коллективно хвалимся и гордимся чем-то кто-то коллективно гордиться своей фамилией или еще чем-то своим родом коллективная гордость знаете в библии есть примеры коллективной гордости вспоминаете вавилонскую башню коллективно они хотели построить себе имя сделаем кирпичи обожжем башню до немец бог посмотрел не не подходит бог противится такой коллективной гордости и смиряет такие народы помните учеников которые встретили человека который именем иисуса изгонял бесов но с нами не ходил и говорят мы встретили и запретили почему с нами не ходит как это так то есть это же наша мы же с собой это это наше дело вот мы с тобой здесь коллективно этими делами занимаемся ты посылал нас там по двое мы уже чуть не садили а это кто такой это не из нашей компании коллективная гордость вторая категория она уже ближе к нам каждому ну если как бы мы все можем хвалиться своей церковью я вас понимаю то хорошее как бы чувство да приятное главное других не сильно унижать или не унижать вообще но второе оно ближе к нам это гордость наших достижений я чего-то достиг и достижения будут разные друзья это может быть в бизнесе это может быть в служении это может быть успех в чем-то в простом в кто-то умеет хорошо что-то руками делать кто-то умеет готовить кто-то умеет красиво играть или красиво петь спектр достижений разный кто для кого-то достижения мои все дети верующие я могу всем рассказать как это делать и всем объяснить это мое достижение разный спектр у каждого из вас свое и не дай бог кто-то как-то нас не заметит кто-то нас не посчитается с нами кто-то не спросит нашего совета уху мы никому не говорим но вот здесь оно бурлит вот здесь стану не так мы что-то умеем у нас здесь что-то есть мы чего-то у нас что-то получилось а другие даже не заметили вы знаете история этих людей с достижениями в библии намного список больше помните нам ухода носора он вышел горит классно вот это я настроил бог говорит о к сегодняшнего дня ты будешь как зверь травой питаться ира помните вышел перед народом и люди кричат это голос бога они человека вот и вот все почитают достижение и его черви сели живого если вы читаете библию царств паральпоминон то вы заметите что большинство царей иудеи и израиля были гордые люди большинство и даже все абсолютно все есть языческие цари были гордые люди если вы читаете и саю пророчества о всех атирия седония других то бог говорит я вот эту гордыню вашу я смирять буду и просто разрушать эти нации потому что гордость мы чего-то достигли мы кого-то победили у нас что-то получилось мы здесь успешны помните первого царя израиля саул был как он хорошо начал смиренно начал и просто начал а потом когда он пошел и бог сказал уничтожить все нужно умали китян а он оставил лучшее и сказал но это же это люди хотели для бога и потом куда он пошел он пошел на гору поставить себе памятник потом когда пришел к нему самуил и сказал слушай что ты делаешь он говорит ну ладно ладно давай ты со мной спустись к народу мы как бы я не хочу сам приходить потому что мой имидж пострадает от этого мне нужно чтоб ты со мной спустился он не покаялся начал очень смиренно закончил очень очень гордо помните такой человек навал был жена его авигея стала женой давида потом давид защищал его стада от разбойников и когда началась трижка овец давид пришел говорит послал вернее слуг говорит ты дай нам мы как бы ну охраной были вот анавал говорит а кто такой кто ты вообще если бы не авигея то была война гордыню зацепили кто такой давид я это у меня бизнес это у меня успех кто ты такой гордыня давид тоже не лучше был знаете давид тоже не лучше потому что уже достигнув всего когда все пошли на войну он вышел на крышу дома погулять заметил там версавию вы думаете это не гордость двигала его всем этим это мне нужно и гордость его довела до страшного убийства а потом будучи праведным царем какое осуждение он приписал тому человеку который ягненка забрал эту овцу и приготовил да он говорил смерти этому человеку вот вот он это все внутреннее вот эта гордыня я уже достигшись у меня всех получается мне все хорошо мне можно всего я царь знаете о том же написано в церкви ладики ты богат разбогател то все есть у нас все получается как церковь ли я это все прекрасно гордость достижений и не дай бог кто-то зацепит не дай бог кто-то скажет не дай бог кто-то унизит и знаете это присуще абсолютно всем абсолютно всем простым людям служителям пасторам абсолютно всем гордость достижений третье категория гордость теологическая вот я правильно понимаю истину я вырос я не хочу из этого теологического какой-то проповедь я вырос в такой среде что евангелие я понимал так если я не успел согрешил и не успел покаяться то все явно попал то есть я приобретал терял приобретал терял спасение приобретал терял приобретал терял и всю жизнь вот так так это было так так оно было моей голове так я понимал практически евангелие то есть не так кому записано практически потом я у меня родились дети я понял что рожденный от плоти есть плоть а рожденная духа есть дух а когда ребенок родился то он никак бы не через 15 минут когда он в памперс свой сходил не становится чужим он твой он родной и ты убираешь и нянчаешь все это делаешь он родной он рожденный от тебя и на тебя похож я понял что я люблю свои детей не потому что они хорошие потому что они мои это что-то поменяло у меня в голове пониманием бога я понял что бог любит меня не потому что я правильно делаю неправильно а потому что он полюбил меня до того как я еще родился потому что я его и что-то в голове поменялось но знаете на этом фоне на фоне одной доктрины которую некоторые называют кальвинизмом другой который называет армениане есть проблемы потому что каждый отстаивает свою гору на которой стоит теологическая гордость а еще сюда можно примешать и пятидесятников и харизматов и субботников и субботствующих пятидесятников и субботствующих и евангельских и реформаторские церкви все что угодно и у нас может много много кучи доктрин быть на которых мы можем стоять и некоторые со всей силой доказывать это одно и другое я недавно встретил человека вот здесь на футпендре который просто подошел ко мне и 30 минут мне рассказывал свои доктрины богословские я даже не спрашивал я вообще не спрашивал о чем он думает и чем он живет он рассказывал вот тех церковь неправильно учат вот так правильно утверждал и объяснял мему не слушаю как бы ну хорошо правильно ты понимаешь я рад за тебя но это уже это уже гора на которую я забрался я уже правильно понимаю я даже не цепляю вопросы и там помните до великой скорби во время великой скорби или после великой скорби будет восхищение нажимайте вопросы то есть у нас каждого есть свое понимание и это это понимаете это не новая павел вы будучи еще савлом на фоне доктринальной праведности и гордости преследовал церковь и знаете и и в церквях это тоже было почитайте послание коринфянам хотя я вижу вас разделение потому что некоторые говорят я павлова а я болосов а я к этой школе проповедников придерживаюсь а я к этой школе а я этих слушаю а мне эти нравится и мы можем хвалить каждый свое доктринальная гордость знаете еще есть еще один слой такой нравственная гордость нравственная гордость мы видим недостатки у всех так и так оделся да не так прошлась это ты видел ее каблуки а что это за вырез нравственная гордость вас церкви без косынки нравственная гордость понимаете любые слои вот это все и нравственной гордости это все присуще нам и вы думаете окей хорошо хорошо мы мы не такие плохие бы там про это все может быть там и не как-то индивидуально не вслух но от меня меня один человек задал вопрос а как ты вообще относишься к тому что люди у нас церкви с чашкой кофе заходят в зал во время служения неужели нельзя перетерпеть собрание два часа это нравственная гордость я говорю ну принципе по новому завету так надо было еще не только чашку кофе хотя бы кусочек мяса принести чтобы другими поделиться но если по коринфянам да ну вечеря любви должна быть не просто мы сидим рядочек и он говорит или я или я уже немножко это самое старею загибаемую вот в этом плане что вот с чашкой кофе нельзя в церковь заходить так 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 правильно это правильно так я буду отстаивать это это нравственно правильно ну знаете у меня двое внуков и четверо детей детей я воспитывал они в церкви вот так сидели их во время собрания выводил наказывал и заводил и они сидели лучше чем вы сидите пришли пришел мой внук на рождественскую программу здесь и я все собрание пробаловался что мой внук я с ним баловался игрался я думаю по собрания что случилось бы я я вижу что родителям уже немножко неудобно что их сын мой внучок ведет себя так а тут дед с ним играется что произошло постарел да ну понимаете даже вот в этом у нас может быть нравственно какая-то гордыня вот так правильно вот так ты же мой это почему потому что потому что это мои дети были это мой имидж как они сидят церкви нравственная моя родная вот там гордость на разных разных уровень но это проявляется еще один слой гордости следующее это гордость свободы и независимости это присуще в основном молодым они знают все им нельзя ничего посоветовать они как хотят так и делают у них нет авторитетов ни в церкви ни в мире они просто живут как хотят они определяют что правильно и что неправильно вот эта гордыня моя живу как хочу вы знаете в библии есть и такие примеры помните раваам сын соломона пришли к нему израильтяне на слушай ну слишком слишком сильно налоги и ну слишком большие налоги были у твоего отца он слишком большое бремя нас пошел ты можешь ли нибудь полегче он 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 посоветовался со старейшинами старейшина говорят ну конечно ты им сейчас облегчи это ярмо они будут твоими слугами всю жизнь ты сейчас им сделать доброе и все и дальше все будет нормально молодых спросил молодые говорят наоборот ты им скажи вот то что мой мизинец толще чем чересла отца моего вот я какой он послушался молодых и что и разделилось царство осталось иуда и вениамин и десять колен отделились я молодой крутой и все могу присуще это тоже потом ты начинаешь понимать что ничего не соображаешь но к сожалению иногда поздновато когда уже десять колен от тебя отошли когда уже все прошло когда уже ошибок в жизни сделал еще есть гордость расовая или национальная и да нам нам не присут же расизм мы же не из тех которые рабство здесь устраивали или когда-то были рабовладельцами не мы не мы наоборот мы жили наши еды были крепостное право было да и это мы сами рабами были мы же не расисты не дай бог дочка моя замуж за черного выйдет ты ж вообще что с ним потом делать или сын на американке женится мы как бы не расисты не чуть ну не дай бог правда снаружи все прекрасно но вот эти украинцы малоросы это тоже расизм да и желание украины переименовать россию московью тоже расизм тоже то же самое друзья вот тоже самое в сердце осталось вместо того чтобы обзывать говорить на них россияне говорить москалей или говорить хохлы на украинцев это это тоже самое то же самый расизм который будет я лучше а вы хуже наша нация лучше это гордость гордость которая вот там закопано которую нужно выкапывать помните учеников они шли там самаряне не пустили в город они шоем сказать что сказали хочешь мы сейчас огонь с неба хаммерс такой небесный хочешь мы сейчас как бы они уже настолько деловые что они не просят иисуса это сделать а говорят господи а ты хочешь мы сейчас это сделаем как будто от них это зависит вообще но как как это за дело мы с иисусом мы евреи это мессия мы идем в иерусалим и тут самаряне нас не пускают это кто такие эти самаряне то мы сейчас их специальную военную операцию начнем понимаете мы ничем не изменились мы ничем не изменились как тогда это было так и сейчас это есть это все вот здесь в нашем сердце последний вид который я нашел это гордость нашей самооценки сове мнение о себе собственные достоинства которые к сожалению другие люди не заметили ну так получилось я иногда даже стыдно признаться ну ладно я иногда похвалю себя дома ну как бы с такой фразы я сейчас не хвалюсь но дальше а дальше идет то что и жена мне ставила ну да никто не похвалит да хоть сам себя ты у тебя есть что-то не достижение ты ты лучше себе думаешь чем другие на тебя смотрят и такой хоть бы кто-нибудь спасибо сказал никто не говорит сейчас я объясню за что мне нужно спасибо сказать и ты начинаешь объяснять да или или в беседе начинаешь перетягивать на себя разговор все вроде нормально разговариваем о чем-то а вот а вот у меня и все опять тема тебе ну надо чтобы на тебя внимание было обращено правильно зачем же а другие говорить надо чтобы тебе было все я остался незамеченным никто не хвалит знаете таких список очень большой первые знаете кто дьявол дьявол это он посмотрел когда неправильно здесь что это как бы богу все а мне ничего меня не заметить не заметили я я ангел понимаете ли обслуживающий персонал не так не пойдет личное вот это вот желание быть замеченным или принять какую-то похвалу вы знаете кто следующий был каин его гордыня привела к убийству брата потому что я огород пахал камни выбирал вот эти волчьцы и тернии которые ты сказал что вырастут я их высыпал все я поливал я вырастил я принес тебе а этот взял овцу и ничего не делал он просто взял овечку и принес не родил не кормил в стаде выросла я здесь и ты мой дар не принял это как это как так можно мне спасибо не сказали это это не хорошо да это я так старался а вы мне спасибо не сказали это грех каина это гордыня помните арон и мариам подошли к моисею начали его укорять за то что у него жена не совсем еврейская и говорят а что это только с моисеем бог говорит и что случилось проказа это как моисея подожди а я а я этого моисея в корзинке по нилу стерегла мариам думает это кто он такой мой меньший самый меньший братик если бы не я он бы не получил этого египетского образования то если бы не я а теперь понимаете он от бога нам слова говорит а я как я с моисеем а меня пропустили меня не заметили понимаете гордыня помните таких корей дофан и аверон пришли и говорят а не зачем моисея слушать земля закрылась гордыня помните о весолома закусила его захотел сам царем при батеньке стать гордыня незамеченный я самый красивый для прическа никак у меня естественно и понимаешь я уже должен царем быть а тут отец еще не умирает дом во время его царствования сделаемся царем не заметили недооценили не похвалили не так отреагировали и у нас внутри все кипит и мы готовы на все что угодно потому что у нас есть достижение которыми хвалимся я которая выросла только прыщик который нужно выдавить а мы с ним носимся и нам нравится нам нравится друзья нравится наша гордыня ой как нравится абсолютно все абсолютно все мы горды что библия говорит о гордости притчи 13 глава 10 гордость только рождает ссоры знакома гордость только рождает ссоры а мудрость у тех кто внимает советом притчи 29 23 гордость человека его принизит нам хотелось бы чтобы ну нам кажется что мы вот когда гордость это тот кто-то куча чего-то мы насыпаем на чтобы залезть что выше стать а бог говорит нет она принизит человека осмиренный духом будет прославлен вслед за гордыней приходит позор библия говорит нам хочется дом кажется что гордыня приведет нас к славе какой-то а библия позор а за смирение мудрость и библия говорит гордость предшествует гибели надменность духа падению нам кажется что гордость это тот конек на котором мы выедем нам так он нравится потому что это мы это я это внутри это это все что я есть и она предшествует падению как бог относится гордости друзья библия называет такими словами что прям страшно читать бог бог ненавидит гордость представляете что говорит бог ненавидит гордость послушайте притчи 6 глава 16 стиха 6 вещей ненавидит спой даже 7 ему отвратительный надменные глаза гордые глаза которые выше всех над всеми смотрят на бедные глаза лжи в язык руки что лют безвинную кровь сердце что вынашивать нечестивые замыслы ноги что скоро бежать к злу уже свидетель что дышит ложу и тот что между братьями сеет раздор с чего начинается с надменный глаз все эти грехи потом которые бог описывает здесь и лжи в язык и руки которые проливают невинную кровь из сердца что вынашивает нечестивые замыслы и ноги что скоро бежать к злу и лжи свидетель все это начинается с надменного с надменного глаза я лучше чем ты понимаете и все это потом идет вот к этому бог говорит я ненавижу это 16 глава 5 стих притчей господь гнушается всеми надменными гнушается ему отвратительно это зная они не останутся безнаказанными не только он ненавидит он написано противится в якова 4 главе 6 стих написано бог противник гордых представляете что гордый он противник с богом это не просто как-то сбоку бог отошел бог бог не участвует ни в чем бог с нет бог противится активно противиться гордому человеку подумайте об этом бог активно противится гордому не давая его гордостью погубить его а мне страшно от этого бог со всей своей силой со всеми своими ресурсами со всеми возможностями контролировать нашу жизнь противиться твоему гордому сердцу. У меня мурашки по коже, когда я подумаю об этом. Это я со своей гордостью решил с Богом боксом заняться? Это я решил доказать ему что-то? Представляете, какая картина? Бог противится этому. Он вышел навстречу, он воюет с этим. Когда ты читал одну книгу, пастор уже на пенсионном возрасте описывает свое служение, я помню, что она оранжевая, я помню ее название, называется Rescue the Ambition по-английски. И он приводит один пример, это все, что я из книги запомнил, но приводит один пример, говорит, было время, когда я молился, чтобы Бог дал пробуждение в нашем городе. Я молился не один месяц об этом. Каждый раз, когда я молился, я молился об этом и вспоминал об этом. И это была моя постоянная молитва, чтобы Бог дал пробуждение, вот чтобы люди начали каяться в нашем городе. Говорит, во время молитвы Бог у меня спрашивает, хорошо, а что если я отвечу на твою молитву, но буду использовать другую церковь? Он говорит, здесь я понял, что я молюсь о том, чтобы наша церковь была больше всех. Как вам? Красиво завернута гордость. Мы чего-то хорошего просим, мы чего-то хорошего желаем, а Бог не может действовать, потому что сердце у нас не того хочет. Мы говорим правильно, но внутри мы хотим другого. Мы выражаемся культурно и правильно, но хотим мы другого. Более того, друзья, я вам сейчас скажу страшную вещь, которую я понял вот за прошлый год, когда я оставил активное служение. Я благодарю Бога, что он меня вырвал из этого вот через войну, потому что для меня это переосмысление всего. Вы знаете, послушайте меня, гордыня в сердце пастора это преграда для действия Божьего. Гордыня в сердце руководителя любого служения это преграда для действия Бога. Бог не может этому позволить, потому что как только что-то подобное случается, этот пастор, этот служитель, этот дирижер, этот еще кто-то, музыкант, он становится выше всех на голову. Но мы проблема. И для меня это шокирующе сейчас понимать это. Я вспоминаю, когда я только начинал проповедовать, проповедовал Божьей истины, призывал людей к покаянию, и я спрашиваю после проповеди, стою дома, люди вообще никак не реагируют, вообще никак. Сидят на тебя, смотрят, глазами моргают и все. Я дома стою на коленях, спрашиваю, Господи, а в чем проблема? Почему они не каются? И Бог мне говорит, если они начнут каяться, ты начнешь их считать. Проблема, правда? Я проповедовал, я пять человек покаялась. Проблема. Проблема вот здесь. Бог хочет работать через твое служение, через то, что ты делаешь. Он хочет работать, но он не может позволить, чтобы ты потом хвалился, что твоя малая группа умножилась в два раза. Он не может этого позволить, потому что ты пропадешь в своей гордости. Он не может позволить тому, чтобы твое служение так раздвинулось, потому что ты пропадешь, твое сердце испорчено. И гордыня наша препятствует Божьему действию. Бог противится гордыне. Он не позволяет нам сделать что-то великое. Он хочет людей спасти, он хочет, чтобы церковь развивалась, он хочет, чтобы люди приходили к Богу. Но знаете, в чем проблема? В нас, в нашей гордыне. Бог гордым противится. Библия говорит, что Бог высмеивает гордых. Посмотрите, третья глава, притч, третий четвертый стих. Он высмеивает насмешников. Те люди, которые высоко смотрят и смеются, Бог говорит, я высмеиваю. Представляете, как Бог может высмеять насмешника, как опозорить может. Бог высмеивает насмешников. 17-й Псалом, 28-й стих написано, ты спасаешь смиренных, но унижаешь тех, чьи глаза надменны. Это Бог делает. Бог говорит, я унижаю. И самое удивительное, Он смиряет гордых. Даниила, 4-я глава, 34-й стих, так написано, теперь я на ухо доросых хвалю, превозношу и славлю Царя Небес, потому что все, что Он делает, есть истина, и все его пути праведны. А тех, кто ходит в гордыне, Он властен смирить. Друзья, гордость это настолько ужасный грех, что Бог иногда позволяет человеку согрешить грехом более ярким и ужасным в глазах людей для того, чтобы смирить его. Еще раз повторю это. Друзья, гордость это настолько ужасный грех, что Бог иногда позволяет человеку согрешить грехом более ужасным и ярким в глазах людей для того, чтобы смирить его. Как Бог смирился у Давида? Через грех с Ферсавией. Понимаете, о чем я говорю? Потому что, если бы не это, если бы Давид не встретился с собой, заново, с собой и с праведным Богом, если бы не было 50-го Псалма, мы не знаем, чем бы закончилась жизнь Давида и его царства. Мы не знаем. Но Бог милость свою проявил к Давиду, когда его гордость начала возрастать, он его смирил, опозорив его. Друзья, вот так сильно Бог ненавидит гордыню. Остается один вопрос. Где нам, простым людям, искать противоядие, против гордости? Как нам научиться смиряться и не гордиться? Знаете, Библия и об этом четко говорит филиппийцам, 2 глава, 3 стих. Не делайте ничего из эгоистичных или же тщеславных побуждений. В десяточку, понимаете? Не делайте ничего из-за своей гордыни. Будьте скромны, считайте других выше себя. Руководствуйтесь не только своими интересами, вот она, гордыня, но и интересами других. Ваш образ мыслей должен быть таким же, как образ мысли Иисуса Христа. Он имеет ту же природу, что и Бог не хотел во что бы то ни стало сохранить свое равенство с Ним, а наоборот унизил себя, принял природу раба. Он стал подобным людям, стал по виду, как человек. Он смирил себя и был покорным до смерти, причем смерти на кресте. Поэтому Бог возвысил его и дал ему имя выше имен, чтобы перед именем Иисуса преклонил все колено на небесах, на земле и под землей, и чтобы каждый язык признал во славу Бога Отца, что Иисус Христос есть Господь. Нам хочется 9, 10 и 11 стих. Нам хочется, чтобы нас возвысили, мы были известны, чтобы все люди с нами искали возможности поздороваться и селфи сфотографировать. Нам хочется вот это. Но знаете, как к этому приходится? Через крест. Другого пути туда нет. Вот почему Павел пишет, наша задача на Христа смотреть, не думать о себе, а на Христа смотреть и увидеть, что путь к славе идет через отречение от себя. Бог оставил нас здесь для того, чтобы мы учились смиряться и служить другим, чтобы мы больше и больше были похожи на Христа, не жили из наших эгоистических или тщеславных побуждений, научились у Него смирить себя. И когда вас задело что-то, вот эту гордыню зацепило, проблема не в людях. Благодарите Бога, что ваш характер не безразличен Ему. И Он сегодня чуть-чуть зацепил то, с чем Он противится, что Ему отвратительно. Он только чуть-чуть зацепил ваше сердце для того, чтобы что-то там исправить. Господь любит нас. Любит очень сильно. И Он не хочет, чтобы мы оставались гордыми, друзья. Мы тоже себя любим. И тоже любим очень сильно. И нам хочется быть гордыми. Это нам естественно. Вы помните, Бог противник этого. Наша задача каждый день вспоминать о кресте, жить крестом, поклоняться Христу и Его жертве, склоняться перед Ним и видеть, что вот такого гордеца, который ненавистен Богу, вот этот характер, который, ну простите, у меня лучшего слова нету, который паршиво воняет. Понимаете, вот это отвратительно, вот это внутреннее, все, что там происходит, Бог полюбил. За Него Он умер. Его Он хочет преобразить и изменить. Над Ним и работает, потому и посылает людей, которые раздражают нас, которые не говорят нам спасибо, которые неправильно комментируют наши социальные сети, которые неправильно ведут себя или не так отреагировали и ответили. Поэтому Он их посылает нам в жизнь, чтобы хоть чуть-чуть вот эту гордыню прибрать, стереть, уменьшить, хоть как-то смирить. Но нам это не нравится. Нам это не нравится. А из-за этого мы ссоримся с друзьями, мы ссоримся с женами, с мужьями, с детьми, из-за этого мы теряем взаимоотношения в церкви, из-за этого мы отставим свои политические позиции только из-за того, что у нас есть Я, и оно важное. А Ему нужно положить перед крестом и отречься от Него. И каждый день. И просить Бога работать над этим. И вы удивитесь, насколько чудесна Его благодать. Давайте мы помолимся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Егорова Субтитров А.Егорова